Стратегическая форсайт-сессия с экспертами прошла в отеле «Парк Ин» по инициативе молодежного парламента Карелии. В ней приняли участие предприниматели, молодежь, представители городской администрации и общественники. Это было, правда, здорово, потому что мы не так часто, к сожалению, объединяем такое экспертное сообщество. Но сегодня мы провели продуктивнейший день. Мы сделали проекты, написали их. Я надеюсь, что они реализуются. И молодежь готова к этому включаться. Это важно. Проведение сессии позволило четко сформулировать позицию города на предстоящем республиканском общественном форуме «Вперед Карелия», который состоится 26 августа. Сегодня на тематических площадках «Молодежь», «Туристический потенциал», «Город у воды», «Будущее города» появились проекты, направленные на развитие Петрозаводска. Сегодняшняя стратегическая сессия, конечно, показала в очередной раз, что такие сессии необходимы, потому что это фабрика идей. Это мозговой штурм, который необходим для социально-экономического развития нашей столицы, потому что здесь есть и молодежь, и зрелые люди, и возрастные люди, и те люди, которым не безразлична судьба нашей столицы. На стратегической сессии люди спорили, доказывали, искали решения для развития Петрозаводска. Появились конкретные проектные идеи, которые станут частью города. Итоговые презентации участники представили главе Петрозаводска и сформировали исполнительный комитет по реализации проектов. Цель сегодняшнего мероприятия, наверное, была все-таки такая переходная к следующему масштабному форуму «Вперед Карелия». Сегодня мы поговорили о том, какова перспектива Петрозаводска на ближайшие три года, каким быть нашему городу, каким быть его микрорайоном отдельно взятым, где брать трудовые ресурсы для того, чтобы благоустраивать наш город, делать его чище, зеленее и краше. Какие могут быть креативные решения, предложенные. Среди проектов – инвестиции города у воды, концепция города у воды, будущее города за чистый воздух, строительство молодежного центра, трудовые ресурсы. Участники говорили о создании нового молодежного центра, о подготовке кадров и уменьшении количества машин в городе. А победил проект с названием «Развитие потенциала микрорайонов города», одна из идей которого – привлечение в микрорайоны Петрозаводска туристов и появление в них арт-объектов. Александра Моисеева, Борис Касьянов, Служба новостей.